Аминь. Аминь. Вы можете присесть. Мы перейдем часть Торы. И для тех, которые слепые, сегодня 23 марта 2024 года, не могу дождаться рассказать про сегодняшний урок. Я хочу начать с того, что эти выгодные – это Пурим. Я думаю, это столь прекрасно, что наша книга о Пуриме придет во время праздника этого. Книга Левитов, которую мы начнем сегодня, которую мы посмотрим на исход. Как долго они были в пустыне? Они были там 40 долгих лет. Вот пирамида с одной стороны, когда они ушли из Египта 40 лет спустя. Они вожили, наконец, эту бытовую землю. Книга Бытия. Она где-то заставляет себе 2300 лет. Книга Исход. О каком времени говорит нам книга Исход? Исход – это один год. С одного времени, когда они уходят во время Пасхи, это следующего года, к 19-19 с Кению, и эта слава не сходит. Это год спустя. Это книга Исход. Это только в протяжении одного года, который… А книга Левитов, вся книга Левитов, сколько времени занимает или покрывает? Один месяц. Целая книга Левитов, она только происходит во время книга Ниссана. А в Второзаконии, в конце Торы, также только один месяц, это 40 лет, когда они послали по пустыне, мы не знаем, что произошло. Первый год – это Исход, потом Левит один месяц, Второзакония один месяц, чисто как мы читаем о первом и втором, нет много о том, что произошло посредине. Но что мне удивительно, это, мы думаем, из бытия 2300 лет, целая книга только покрывает один год, а целая книга только один месяц. Это показывает, что надо сосредоточиться над одном, сосредоточиться на книге Левитов. И Бог нам говорит, это так важно, и оно, мне, я должен писать целую книгу, то, что только заняло один месяц. Об этом месяце, когда мы должны строить это место для Бога. Он не говорит много о создании мира, очень много Он говорит о нас, чтобы мы могли создать, где мы могли общаться с Ним. Потом в Египте, они, Бог дал нам одну заповедь, какую заповедь Он дал им, пока они еще были в Египте, перед тем, как они даже пришли к Синаю. Встаньте на мой календарь, если я вас спасу, вы должны помнить тот день, который я спасу, чтобы вы не были готовы. Что, если вы с Семеном встречаетесь в четыре, и они не готовы только приезжать через два часа. И это, что нам Бог говорит, если мы хотим иметь отношение, вы должны встать на мой календарь. Когда вы приходите на работу, вы говорите, Босс, какое время вы будете работать и когда. Нам надо понять, что это Бог, который отвечает за нас. И Он говорит нам, когда мы должны встретиться с Ним. И как Ной, который закрыл дверь, они сказали, может, я приду на тот день. Но эта дверь уже была закрыта, и уже сильно поздно было. Было три будущих заповедей, которые не были частью этих десять заповедей, которые были даны им также в Египте. Три заповеди. Им надо было их исполнять сразу, но это было на будущее. И Он сказал, это три заповедей, которые вы будете исполнять. Это даже перед десять заповедей. Какие-то заповеди были. Мы всех встречаем в книге Торзакония. Последний месяц, перед тем, как они вошли в эту бетонную землю. Торзакония, 12, 5. Бог сказал, я хочу, чтобы вы построили место, где я мог жить. Я хочу, чтобы вы построили мне место. Второе. Поставьте царя над собой, но я выберу, кто этот человек будет. Первые заповеди. Когда вы придете туда, построите мне дом. И после того, как вы построите дом, Он говорит, я решу, когда вы построите этот дом. Не вы решаете, куда вы хотите поставить, я выберу. Он говорит, когда вы решите, что вы хотите иметь царя, я решаю, кто будет царь. Не вы. Третье заповеде, Он сказал, не только это, в Торзаконии 25, 19. Надо избавиться от Амалика. Помнишь, Амалик напал на них. И Бог сказал, я буду воевать после них в это поколение. Не забывайте, чтобы избавиться от Амалика. Перед тем, как они даже вошли в эту бетонную землю. Амалик, это был первый народ. Почему я это делаю? Это хочу вас приготовить к празднику, который завтра будет в Парим. Кто присутствовал уже на Париме? У вас со мной были? Те, которые еще не были, пожалуйста, приходите. Я делаю короткое учение о том, что пророчество произошло, и то, что мы можем ожидать. Одна история повторяется. И одна, что мы должны понять эту историю, это что мы должны учиться от истории. Итак, мы будем читать книгу, есть фирь, вы можете одеться, как вы хотите. У нас будет маленький, вы можете принести с домом чуть-чуть еды, и я буду учить про Амалика. Почему люди воюют? Почему у нас сейчас война происходит? Или потенциальные войны? Почему есть войны? Есть две причины. Первая, это чтобы защитить себя от нападки. Может, они также хотят места больше приобрести для себя. Почему Амалик напал на Израиля, когда они вышли из Египта? Они не нуждают защите себя. У Израиля не было земли. Это они просто ненавидели Тору. Амалик просто ненавидел Божий закон. Бог сказал, я выбираю вас, я отделяю вас от этого мира. И Амалик всегда воюет против Божьего Слова. Не было причины для нападки, кроме этого полной злости и ненависти. И вы не можете работать вместе с злым. Вы садитесь к крокодилам и говорите, ты можешь приобрести мою руку, а все равно для меня сами. Но это так не работает. Это проблема тех, которые стараются работать с злым. Это никогда не сработает. Когда мы думаем о книге Левития, что мы думаем? Конечно, о законе. А что еще? Может, кровь? Все эти жертвы. Вся эта кровь, которую мы читаем. Но знаете ли вы? Слово «кровь» появляется 70 раз в книге Левитов. Но Левит — это первая книга, которую учат еврейским мальчикам, которым только три годика. Они начинают учить детей с книги Левитов. И что нам надо понять, очень скоро, первая Ниссана — это день, когда книга Левитов начала. Это очень важно. Это открытие, скинье, день, когда Слово Божье сошло. И нам, мы сейчас будем входить в этот юбилей того, что мы изучаем. И это будет очень удивительное учение. Левитов, первая глава — это продолжение исхода 40-й главы. Это почему книга Левитов начинается с словом «и». Это соединяет исход с книгой Левитов. И 40-я глава, последние стихи заканчиваются из Ниссана, когда Слава сошла. И Левитов, первая глава, начинается, что Слава пришла. Помните, даже Моисей не мог войти. Это тот же день, и Бог говорит Моисею, «Это как ты можешь войти в эту Славу». И Слово 41-2, как оно закончилось. «И сказал Господь Моисею, первый месяц, первый день Меса, поставь скинье в собрание». Это на прошлой неделе. Это день затмения, первая Ниссана. Это юбилей этого дня. Кто знает, что первый месяц, первый день — это не 1 января? Все это знают. Это первое Ниссана. В этом году будет 8 апреля. Это великий день. Слава сходит, что мы находим первое. Это что никто даже не может войти. И сходит 40-33-35. «И посадил двое вокруг скинье, жертвенники, и повезли завесу в вратах. И так окончил Моисей дело, покрыл облако скинье собрания. Слава Господь напоняла скинье, и не мог Моисей войти в скинье собрания. Потому что осеняла ее облако, и слава Господня напоняла скинье». Вы понимаете, это бытие первое, которое опять повторяется. Это бытие первое, которое повторяется. И теперь есть это исправление, изменение, которое содействует с ним. Бог создал скинье для людей. Мы сделали ее грязно, и потом она пришла уйти. И теперь человек делает это скинье для Бога. И это как Бог возвращается, и это исправление. Но скинье должна быть построена по управлению Божьим. Не так, как мы думаем, или как мы хотели, чтобы оно выглядело. Мы приглашаем Бога, Сотворение, чтобы он приблизился к нам. И он говорит, это прекрасно. И он говорит, это как вы можете приблизиться. Если мы понимаем, пару месяцев раньше, они не хотели приближаться к Богу. Они хотели построить этого золотого тельца. Но в шаваот, Бог сказал, оставайтесь. Но теперь вы опять можете приблизиться. Начинаем с Левитта, первая глава, первый сих. И это первое слово встречается в Айикра. Ваав, В, это конец. Оно соединяет две вещи. Как это слово Айикра, то соединяет два слова. И вот Кара, это призван. Ваикра, и он призвал, или сказал. И также, читай, вызвал их этого скинье. Ваикра, и вызвал. Как будто Бог звонит нам и говорит, ответьте телефон. И означает поднять телефон или ответить. Это вся книга Левитта, о чем она говорится. Это как Бог взывает к нам. Бог написал целую книгу только для этого. Вот, Айлев стала очень маленькой. Это нормально. Каждая Тория, она написана очень маленькая. И это почему? Вот это свееток Торы, вот эта буква Алья, Алья, и она очень маленькая. Потому что, в Бытие 3, 9, и вызвал Господь Бог Адаму, и он сказал, где вы? Есть по-другому это слово написано, и что оно означает? Когда Бог вызвал Адаму воикра, то же самое, как здесь. Это личный призыв. Это не как, когда ты звонишь ему, всем соседям, говорит, надо что-то сделать. Но это личный вызов, когда говоришь, когда ты говоришь кому-то, что ты показываешь свою любовь, что ты близок к ним, что они драгоценны тебе. Как часто вас, родители зовут вас и говорят, прийди домой покушать. Не то, что Бог нас зовет, чтобы дать нам какое-то правило, но он звонит, как будто мы самое драгоценное, что у него есть. Итак, Бог лично звонит и вызывает Моисею. Как он вызывал Адаму и говорит, где ты? Он говорит, Адам, а где ты? Вам надо понять, это сердце евреев. Там есть эти эмоции, которые писаны в него. Мы знаем Божье Слово, сердце и Слово. И здесь мы начинаем, Адам, где ты? Но наоборот, он такой, мой друг, где ты? Я тебе стараюсь найти. Кто знает, что Бог уже знал, где он был? Итак, Бог хотел, чтобы Адам знал, чтобы он зовет его из-за любви и дружбы. И теперь Бог вызывает Моисея. Кто знает, что это Моисей написал Тору? Тору так стыдно, что Бог, Всевышний Бог, призывает и называет его другом. Он просто решил, он не хотел, чтобы Алев там было написано. Называется Ваикар. Это же Бог любому звонит. Он такой смиренный. Бог сказал, ты должен писать там Алев. И так он написал, но очень маленькая. Но также слово или буква Алев, это первая буква его имени. Аллахим, Адонай. Еще одна причина, почему она маленькая, это потому что Бог смиряет тебя, когда он приходит, чтобы встретиться с человеком. И Моисей был самый смиренный человек, но наш Бог еще смиреннее был. Он не Зус или другой Бог, который кидает молнию на тех, которые ему не повинуются. Но он любит нас, моего дети. Первая, Третья Царствия, 19, 12. После земли, трясение и огонь, но не в огне, Господь. После огня, вияние тихого ветра. Бог смирил Себя, Он смирил Себя, даже до смерти на кресте. У нас есть очень смиренный Бог. Я говорю это, потому что Мигея 6, 8. «Ой человек, скажи на тебе что добро, чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела, милосердие, и смиренно, мудренно ходить пред Бога, не перед этого Бога. Нет, нет, чтобы ты смиренно, мудро ходил со мной, не предо мной». Я могу представить этого смиренного Бога, этот очень гордый человек, который думает, что он такой важный. Оно так не работает. Он знает, что никакие приношения не были приняты без смирения. Когда вы помните эту жертву, Бог только принимает это смирение. Читаем Левита 2, 9. «И возьмет смещенник из всей жертвы часть память и сожжет на жертвники». Это жертва благоухания, приятного Господу. Эти жертвы, это когда ты слышишь, когда ваши соседи жарят мясо и барбекю, но вы не хотите стоять на этой барбекю, чтобы это демишло вам глаза. Да, благоухания упоминается 39 раз. Эти жертвы были то, что Бог хотел почувствовать, чувствовать эту любовь этих жертв. Исайя 65, 5. Это с другой стороны теперь, который говорит, те, которые думают, что они какие-то святые, остановитесь, не подойдите ко мне, потому что я свят для тебя, а не дым для обоняния моего. Огонь, горячий всякий день. То, когда-то был ваш нос обожжен этим дымом. Это как, к чему Бог заменяет те, которые думают, что они как-то больше святые, чем другие. Помните это слово «Ва-и-кра»? «Алев» в конце, которое маленькое, а теперь это не «Ва-и-кра», а «Ва-и-кар». Какая разница? Это когда Бог зовет кого-то другого. Первое, Бог зовет Моисея. Это с любовью, лично. А здесь Он вызывает того, кто грязный. И Он позвал Ювей-Хадве, Господь, к Валаму. К Валаму. Этот языческий пророк, который хотел приклять Израиль. Помните эту историю? Когда Он призывает Валама, он «Ва-и-кар», не «Ва-и-кра». Есть разница между этими два призыва? Я буду вам чуть-чуть расскажу о Левит. Первых семь глав книги Левит описывает пять различных категорий жертв, которые были приняты вместе с вином и водой. Чтобы узнать кого-то, быть их другом, что вам надо делать? «Возьми покушать, идете в ресторан». У вас есть еда, и запиваете чем-то. Цель этих жертв — это чтобы иметь этот обет с Богом. Это не было связано с грехом. И это что многие верши думают. Они думают, что эти все жертвы были, чтобы очистить грех. Что они должны убивать зверей, чтобы очистить свой грех. Это не с этим связано. Вот английские, еврейские, и где оно написано. Первое — это сожжение, потом мирная жертва, потом это жертвы о грехе и те, которые виновны. И это все разные-разные приношения. Это все были сами данные. Как они могли быть для греха, если не были повлияне заповеди? Не было жертв для тех, которые грехов, которые специально были сделаны. Вы знаете, почему? Если Бог позволял жертву для тех грехов, которые мы хотим сделать, тогда Бог бы одобрял грех. Если мы скажем, если я убью этого Билла, то я должен заплатить четыре тельца и два овца. Тогда мы убили и сказали, о, я могу просто так заплатить. И Бог не мог сделать эти жертвы для тех, которые мы сами решаем грешить. Не было этих жертв для тех, которые специально были сделаны. И верующие не понимают эти жертвы. И эта жертва сожжения, это было, когда бедные и богаты были то же самое. Это надо все отдать Богу. Если вы богаты, то вы бы дали этого тельца. Если бедные, то эту птичку. Но что-то показывало, что все жертвы приходят к Богу. Даже священник ничего с этого не получил. Ты никакую... ничего с этого не... Я взял для себя подальше косточку. Я сказал, первые семь глав. Вот другие главы, которые говорят об этих жертвах. Но кто знает, если у вас было тысячи долларов, просто бы сожгли их. Это, что жертвы были. Кто-то принесел тельца, и они хотели, они хотели, чтобы это было все сражения. Это означает, что никто не получал этого. Ты ничего не получал, все сожжения ничего не получал. Все и шло к Богу. Это смысл этих жертв. То, что вы вложите что-то и даете полностью Богу. Минка, это другая жертва. Это приношение зерна. Кто-то думает, что Каина жертва не была принята, потому что это было зерна. Но проблема была в том, что это не первая жертва. Это не было первое, что он сделал для себя. Например, если у вас был очень успешный год, и вы хотели дать Богу больше, чем после десятину. Вы просто это сделали, чтобы поблагодарить Бога. Есть другая жертва, которая у вас во время Пасхи. Это мирная жертва. И хотя я это не написал, и на эти мирные жертвы надо было, или эти, ну, вообще это, это, это мирное приношение также называется благодарностью приношения. Надо было приносить сто людей, хоть сто людей, которые могли услышать, как ты благодарил Бога, как Он тебя спас, когда ты был на океане. Но это было все сделано по желанию, добровольно. И есть эта жертва, которая была для греха. Есть еще одна жертва, которая была, когда нечаянный грех. Например, вы сделали аварию, вы знаете, что это вина. Вы не говорите, я прошу прощения, уехать. Надо заплатить, чтобы они могли исправить свою машину. Но вы не специально сделали эту аварию. И это разница между этими жертвами, которые мы будем обсуждать. Вы знаете, что требовалось, чтобы получить это прощение? Что это? Это покаяние и отдать назад. Жертвы никогда не чечали эти грехи. Вам надо было покаяться и исправиться. Левит 1, 2, 4. Кто из вас принесли жертву Господу скота? Это не может быть просто курица. Он решает, каких животных он разрешает для этого сожжения. Это слово Корбен это то, что добровольно дано, то, что ближе приносится. Это не жертва в том, что вы говорите, я просто отдам это. Это не то, что заключалось в этом. Это не было жертва, как будто ты взятку даешь. Вы говорите, Бог, сделай это для меня, и поэтому я тебе это даю. Это означает приблизиться. И Бог говорит, это что вы хотите сделать, если вы хотите приблизиться ко мне. И вся книга Левитов говорит, как мы можем приблизиться к Нему в любви. И что еще хочу упомянуть? Какие разные имена Бога? Какое слово используется в первой главе Бытия? Это слово Elohim. Elohim это это судья, царь, это босс. И он босс сотворения. Но в второй главе Бытия он не только называется Elohim, теперь есть еще человек. И он знает, что человек не может жить только судом и справедливостью. Теперь он Yahweh Elohim, он Господь Бог, означает милостивый, тот, кто показывает любовь. И все эти жертвы в Левитах Elohim не упоминается. Это не какие-то боги, которые требуют, чтобы ты поклонялся им. Это Ювей-Хавей, тот любящий бог, который хочет, чтобы вы приписались к нему. И смысл этого, то, что они хотели как-то дать кровь этому богу, который требует так много, евреи об этом даже не думали. Даже пророки говорили о том, когда, или предупреждали о том, как они религиозно приносили эти жертвы. Бог не хочет религии, Он хочет отношения. Много верующих говорят, что все грехи то же самое. Это не, они не то же самое. Это, вы не можете сказать, тот, кто открыл эту рыбку, потому что он голодный, то же самое, тот, кто убил. Да, может, не то же самое, в том смысле, что они отделяют вас от Бога. хотя все собаки гавкают, все собаки не то же самое. Похоже на грех. Что мы встречаем в Левитам 4.3? Кто вы, когда вы грешите, тоже имеет значение. Левитам 4, 3 глава. Если священник помазанно себя грешит и сделает, то он должен крупного скольца тельца, а если начальник по ошибке грешит, он должен принести козла без порока. И потом, 4.27-28, если кто-то из народа согрешит, они просто приносят козу. И это все связано, сколько оно будет стоить. Чем выше вы, тем больше этого вам будет стоить. Приносить жертву в храм, это общественное дело. все могут увидеть, когда кто-то начальник или суд согрешил. Все увидят, когда священник согрешил. Можете представить, если наши политические лидеры должны признаться, что они согрешили. Это почему церковь и государство не должны быть отделены. потому что правители должны быть временем повеляться Богу. Перейдем к следующему. Десять заповедей. Кто кратко слышал о Десять заповедей? Это десять вообще-то слов, не десять заповедей, просто десять слов, но там ничего не упоминается о жертв или приношении. Там ничего об этом не упоминается. Он говорит, вот, я вывел тебя с Египта, я не сказал тебе ничего о жертвах или приношении. Это не был смысл этого. Читаем Исаия 40, 15, 16. Вот народы как капли из ведра. И считается как пылинка на весах. Иллива недостаточно для жертвы на огне и животных на нем для сожжения. И Бог говорит, не то, что Он хочет, чтобы много зверей убивали. Это не делает Его счастливым. Смысл, чтобы мы могли прибыться к Нему. Кто любит кого больше? Родители любят своих детей больше? Или дети любят своих родителей намного больше, чем родители их любят? Конечно, родители любят их больше. Почему они любят больше? Потому что это родители вложат детей. Дети ничего не делают для родителей. Так почему Бог говорит детям приносить ему что-то, если он как будто он чем-то нуждается? Потому что Он знает, ты любишь того, которому ты даешь, не тот, который тебе дает. Ты даешь тому, кого ты вложишь. Это кого ты любишь. Исаии 1, 11, 17. Чему мне множество жертв ваших? Почему вы так много приносите? Новые месяцы и субботы, праздничные собрания не могут терпеть беззакония и празднования. Новые месяцы ваши и праздники ваши ненавидят душа моя. Вот видишь, христиане говорят, Бог ненавидел эти жертвы. Он говорит, ему не нравятся эти все грехи, которые они приносили вместе с ним. Это лицемерие, которые они показывали. Бочерь своих пророков цикует людей за то, что они подчиняются его заповедям. И не то, что они не подчиняются ним. Они исполняли их через эту перспективу религии. Они говорят, это делать, чтобы я не попал в проблему, поэтому я делал что-то хорошее. Читаем дальше. Иеремия 17, 26, 27. Они сами не были против жертв. и пройдет города иудейских окрестностей Иерусалимии, земли Венима, с равнины, с гор, с юга. Приносите зажжения и жертвы, и хлебные приношения, и ливан, и благодательные жертвы в дом Господень. Но, а если не послушаешь меня, чтобы святить день субботний, то тогда у вас проблемы. Как бы вам понравилось, например, ваш муж или жена или супруг, они делают что-то очень грубо, и потом приносят те цветы. И говорят, ты можешь избавиться от того цвета. И Бог говорит, погоже, ты славишь меня, говоришь эти красивые слова, но мы не каемся о том, что мы сделали. Весаи 56, 7. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвы моем, ибо дом называется домом для всех народов. Проблема с евреями это не служить всем своим сердцем, но сливым сердцем. И это хороший пример этого Иеремия 7, 9, 10. Вы крадете, убиваете, пребодействуете, клянете лжи и ходите в алу и ходите в оседленных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь при лице моем, том и всем, над которым наречено имя мое, и говорит, мы спасены, вы можете грешить, у меня есть Иисус в моем кармане, и я просто его достану, когда я буду в нем нуждаться. Это против чего он стоит. Его не может подкупить. Намерение и мышление было всегда важным в жертвах. Бог не бог языческий, который просто умил силу и милосованию через кровь. Если люди говорят, я принесу жертву, чтобы он забыл все мои недостатки, это означает, что мы хотим подкупить бога. мы превращаем священное то, что языческое. И есть противоположный результат. Мы читаем Иеремия 9, 23, 24. Так говорит Господь, да не хвалиться мудрой мудрости своей, да не хвалиться сильной силой своей, да не хвалиться богатым богатством своим, но хваляще себя хвали всем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, я Господь, я творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благодно мне. И это, что должно приносить нам радость. Аминь. Так давайте встанем, закончим молитвы, и будет этот перерыв, и потом я удивляю всех вас. Так присягнитесь, потом все сделайте, чтобы присягнуться. Наш честный царь, мы так благодарим за Твое слово. Мы знаем, что оно живое, и оно обрится к нам сегодня. Твое слово, это чем мы хотим жить. Итак, отец, я благодарю за тех, которые здесь присутствуют, тех, кто смотрят США и вокруг мира, которые поддерживают твои цели, чтобы принести свет Тора к всем народам. Ты даже сказал в своем слове, что ты превознести ту Ору, чтобы оно было в чести опять. И мы хотим участвовать в этом. Мы знаем, что ты скоро возвращаешься. Мы так рады, что ты называешь нас всех в твою армию. И мы хотим быть этим светом к народу. И мы так благодарим, которые жертвуют Твое служение, чтобы показывать тебе честь. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель Исай Вселенной, Ты благословил Твоей Торой правды. Ты благословил нас всем советом Твоего живого слова через силу Твоего Духа Святого. Через законченного дела Мессии Ишуэ, Ты один посидел между нас вечную жизнь. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете посмотреть. Если вы можете посвятить на книгу, вы можете прийти сюда и посмотреть. Аминь. Отец, ты так свят, свят. И ты сказал нам быть святыми. Ты хочешь, чтобы мы отделили себя от этого мира и были отделены для тебя. отец отец и своих детей, которые здесь присутствуют. Мы имеем болезни, и мы просим, чтобы ты исилил своих овц. Может, это физическая болезнь, может, какая-то казнь или болезнь, может, психологическая, эмоциональная. мы хотим молиться о твоем народе, потому что ты наш хирург, ты наш селитель, не только нашего тела, но также нашего духа и души. Мы также хотим молиться тех, которые имеют финансовые нужды. Открой небеса, чтобы они получили деньги из способов, которые они даже не могли представить. Мы просим, чтобы ты использовал нас, чтобы ответить на эти финансовые нужды, несмотря в чем они заключаются. Мы также хотим помолиться о нашем народе, и вы вокруг мира молитесь о вашем народе, своих лидеров. Мы живем во время хаоса, хаоса вокруг всего мира. Я прошу, Господь, что ты блестил наших лидеров каждой страны, чтобы их сердца повернули к тебе. Политических, религиозных лидеров, мы поднимаем свою страну к тебе, особенно народ Израиль, потому что на это выгодных будет Пурим. Это праздник, когда решили убить весь народ, но они выиграли. Итак, мы просим, чтобы ты блестил и лидеры, что не возвратились к Торе. Аминь. Вы можете присесть. Одно, что я упомянул в первой части, у нас есть люди, которые нас смотрят с Найроби, Кенни, с Германии, с Австралии, с Чили, Парижа, Ямайка, Канада, Южная Африка, вокруг всего мира и, конечно, США. Давайте похлопаем для них. И то, что мы обучали последние пару недель, это углубляемся в Евангелие. Мы должны понять контекст того, что мы читаем. Мы не можем просто поверхности читать и ожидать что-то понять. один пример, который я буду давать. Кто знает, что это Слово Божие, оно сравняется к воде? Да, вода. Как знание Божие покрывает землю, как вода покрывает землю. Слово Божие сравняется к океанам. И мой вопрос это, какое твое отношение к воде? Ты хочешь стоять возле воды и просто мочить свои пальчики? Или хочешь быть в лодке и быть посредине? Хочете вы плавать? Может под водой плавать? И это вопрос. Каждый человек имеет разные отношения с водой. Но я хочу чтобы вы вместе со мной под водой и на самарине могли плавать видеть, что там находится. Или это подводная лодка. И чтобы понять Евангелие, нам надо углубиться. Вы готовы? Итак, мы начнем с Матвея 4, 14-16. И это Доспутица реченая через Порок Исаия. И вот здесь Новый Завет говорится о Старом Завете. Но мне больше нравится слово Тенах вместо Старого Завета. Потому что нет ничего нового Завета. Может новое понимание того, что Первый Завет, что в нем включался. И здесь эти слова Пророка Исаия исполнялись. Земля Заволонова и Земля Нефалимова на Пути Приморской это море Галилейское. За Ироданом Галилея языческое. Народ сидящий в Отве увидел Свет Великий. И сидящий в стране и тени смерти воссиял свет. Когда Мессия был здесь на земле, Он основном оставался в Галилее. Он только приедет в Иерусалим на праздники, когда ему надо было. Мне кажется, ему больше нравилась эта спокойная местность Галилея. И что еще об этом свете мы видим? Иоанна 1.4 В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Мы знаем, что Торой является светом, в 6.23 мы читаем, но также жизнь есть свет. Ишуа был живой Торой. Мы должны это все понять. Давайте возвращаемся назад, посмотрим на историю. Кто помнит имя отца Авраама? Тара или Фара. И читаем, что мы мечтаем о его отце Иисус 12.2 И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь. И вот Бог говорит через Сусанавина. За рекой жили отцы ваши. Кто были их отцы? Авраам и Сак Яков. За рекой жили отцы ваши из Древни. Фара, отец Авраама и отец Нахора и служили иным богам. Итак, кто-то помнит, какого брата не упоминается? Какой брат не упоминается? У Фара был Авраам Нахор и кто еще? Давайте подумаем, кто может мне сказать получит эту книгу? Как? Не Аарон не Ар. Давайте думайте. Другой брат Авраама Харан 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 Да, ты получаешь эту книгу. Вот, вот тебе. Когда я спросил на первое служение, что его имя означает, что имя Нахор означает? Это тот хрипит. Он был первый, кто хрипел в Библии. И те, которые по интернету смотрят, тот первый, кто отослал нам по электронной почте, мы тоже отошлем вам книгу. Вот здесь мы читаем, что Фара служил другим богам. Вы знаете, сколько богам он служил? Кто знает, что Аврам же во время этого башни в Бабел? Немрот строил эту башню, и мы знаем, что Аврам был жив в то время. Помните Набухадносора? Из какого города Небухадносор с Вавилона была башня в Вавилоне? Помните, как Небухадносор бросил людей в огонь? Это все начало во время Немрота. И он также бросал людей в огонь. И история заключается в том, что Аврам, кто был сыном Фары, Фар имел этот магазинчик и продавал эти боги для Немрота. Вот этот магазинчик с идолами. И так смешно, что некоторые люди в местах есть, у них есть идолы, и они дают еду этим идолам. Идол будет кушать еду? Я знаю, что когда я рос, мы давали еду этой пасхальной зайчику. Но это глупо давать еду богам. И Фар рассказал Авраму, чтобы он смотрел за этим магазинчиком, пока он уйдет куда-то. И, конечно, Аврам ненавидит этих идолов. И женщина приходит, приносит еду для этого бога и уходит. И Аврам думает, это так глупо. И что он делает? Он просто исцепляет всех идолов в этом магазинчике. Он все исцепляет большой беспорядок. И потом он берет молоток и ударяет большого идола. И потом он видит, как все беспорядок. И он говорит, вот, видишь, у него молоток, эти все боги хотели на него напасть, и он их истребил. И отец говорит, ты такой глупый, ты знаешь, что идолы так не могут действовать. говорит, значит, почему ты их делаешь и их продаешь. И говорят истории, что Фараб так расследился, что он пошел и сказал Немроту, что Аврам исцепил всех этих идолов в этом магазинчике. Итак, Немрад бросает Авраму этот огонь, и потом Харан, другой сын, Немрад подогнему, веришь ли в тот же самого Бога, как Аврам и Харан? Он говорит, давайте посмотрим, если Аврам выживет или нет. Аврам выживет. Он говорит, конечно, я тоже. Итак, он говорит Харана, это почему же в Библии написано, Харан умер ур кальдийский, это в огне, огня Вавилона, перед отцом его отца. Фара видел, как его сын умер в этом огне, это же нам Библия говорит, и это почему Фара и Аврам ушли с лота с Сарой, чтобы перейти в город, называется Харан. И это продолжение этой истории. Я расскажу эту историю, у меня есть причина для этого, я объясню это вскоре. кто когда-то слышал книги Аллатов? Вот Галат. Книга написана этим людям, которые живут в этой местности, и это сегодня находится в Турции. Я на прошлом году ездил сюда, и может кто-то со мной также ездил. Вот есть Антиоха здесь в Сирии и другая Антиоха в Писидии. Вот Павел начинается в Пирго, потом Писидия, потом икония Млистра и Дербия. И потом где он жил. И вот здесь он, конечно, евангелизирует. Давайте прочитаем Диане 13 14. Они же пройдя от Пирги прибили в Писидийскую и войдя в синагогу в день субботний сели. Оно не говорит, что они пошли в церковь в воскресенье. Они сели. После того, как прочитали Тору и Хаф-Тору, эти лидеры, они говорят, посетители, у вас есть что-то сказать для наших слушателей в другой местности. И после того, что они сказали, им пришлось убежать. Что они сделали? Они потом пришли в иконию. Мы видим иконию здесь. Им пришлось уйти из Писидии. И в иконию они вошли в иудейскую синагогу и говорили там, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Они не собирались по домам. Нет. Греки и евреи всегда собирались вместе в синагоге. Они верующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердца язычников. Потом находим Деяние 14,5, 11,13. 15. Народ же, увидев, что делал Павел, возвысил свой голос, говоря по-леконски, «Боги в образе человеческом сошли к нам!» и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальством в Сове. 15. Мужик, что вы делаете? И мы, подобно вам, человеке, плавесуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, который сотворил небо и землю и море, все, что в них. 15. Итак, я расскажу вам разницу между греческим Зовсом и римским Юпитером. Это тот же самый Бог. Одна разница между ним, это греческий Зовс, это ему тысячи лет было больше. 15. Но были другие разницы между Зевсом и Юпитером. Тоже самый Бог, но у каждой культуры есть разные мнения в этом Боге, и это зависит от их культуры. 16. Зевс имел хоть шесть жен, но Юпитер только женился один, и это его сестра Юна. 16. Зевс и Юпитер, они имели много детей через много жен, но Зевс, он был больше греховных, и нельзя надеяться, потому что Зевс у него было больше, чем сто разных детей, потому что у него эти разные встречи. 16. И Юпитер только родил 14. Означает, что грек видит как Завс, это тот, кто все может, сделал, и что он богатливый, что Моак только для себя жил. 16. А Рим думает, что он был посвящен к стране, семье и защите. У Зевса было много силы, а Юпитера мог повлиять на мероприятия в мире, и потом Юпитер мог сделать чудеса на земле, и римляне потом думали, что у него много способностей, и поэтому они приносили честь ему. 16. Итак, они думают, что этот бог пришел в плоти, и поэтому они хотят сделать ему жертву. 16. Я вам расскажу чуть-чуть про историю. Это давно перед Ишуа, даже как Ишуа пришел. Кто знает про Сократис? 16. Он был философ во время Иисфира и Пирам. Он был первым философом. Он лично учил Плэйто. 16. Платон лично учил Аристотела. Аристотел был учитель Александрому Великому. И все эти люди изучали философов. 16. И перед тем, как мы перейдем к последнему два, я расскажу вам чуть-чуть о том времени истории. 16. Где-то в это время, 300 до нынешнего эра, вы читаете Апикура из 100 их философии. 16. Они начали 300. Они, эти две течения греческого учения, это было 300 лет перед Мессией. 16. Это называли Апикуриен и Стойк. И потом Александр Великий умирает. И кто занимает его место? 16. Я расскажу вам также о нем. Его называли Птоломей Спасителем. Он македонский греческий генерал, который был после Александра Великого. 16. Александр женился на девушке. Потом эта девушка вышла замуж за телами. Ее имя было Тайс. 17. Она стала царицей Египта и жена Толомея. Вам всем это понятно? 17. Есть еще, который я упомяну чуть позже в учении. Его имя Меандер. 18. Он тоже был учитель. Он также был поэт. 18. Он жил в приблизи такое время, как Толомей. 18. Он тоже написал комедию. Некоторые мы имеем сегодня. 18. Даже 2000 лет спустя. 19. Другой человек, который я хочу упомянуть, это тот, который живет во время имя Яшивы. 19. Он родился 63 года перед тем, как Мессия родился. 19. И потом 23 года жил после того, как он родился. 19. Ему было все это понятно. Он был в Греции. 19. Он знал географию. Он знал историю, философию. 20. И в этой книге, география Страбо, он говорит о географии Земли. 20. И вы даже можете сейчас купить на Амазоне. 20. Вы можете купить эту 2000 старую книгу на Амазоне. 20. Есть пару книг, и можете узнать все о 2000 лет назад. 21. Все, что происходило. 21. Одно, что он научил во время этого Мессии, во время апостола Павла, 21. Огалате. 21. Если вы хотите изучать философию, куда бы вы пришли? 21. Греческую философию. 21. Афина. 22. Афина. 22. Афина. 22. Афина, конечно. 22. Другое место. 23. Александра, Египет. 23. Это где евреи жили, которые знали греческий. 24. Септуагент. 24. Который был написан 200 лет перед Мессией. 24. Это греческая версия еврея. 25. Это было написано для всех греков, которые говорили по-еврейски. 25. И жили в Афине и Александре. Но Страбос сказал, что те, которые жили в Тарси, был университет, этот университет обрел все о греческой философии, и Страбос сказал, что люди в Тарси были больше задействованы, посетены философии, даже больше, чем Афина и Александрия. Где Павел жил, это было сердце греческой философии. Павел был римским гражданином. Он знал латинский, он знал еврейский, он знал армейский. Он мог говорить легко по всем этим языкам. В Деянии 21.39, я иудеянин Тарсианин, гражданин неба Калилийского города. Тогда священачальник, подойдя к нему, сказал, ты римский гражданин? Он сказал, да, я живу в Сесилии, я еврей. Итак, заметьте это. Это фотография, которую я сделал, когда я был в Греции, на Шамаду, Акраполис. Во время дня. Вы можете все увидеть. Когда я показал вам, я это показал, и наш отель был здесь. Но это другие места в этой местности. И там, на другой стороне, это Гоам Марсинский. Это где он обслуживался с стойками и эпикурействами. И он встречает эти эпикурейские и греческие философы. И читаем Диане 17.15.18 «Сопровождающий Павла, Павел родил его от Афин, и получил приказание к Силе и Тимофею, чтобы они вскоре пришли к нему, отправились». Ожидание их где? В Афинах. Павел возмутился духом при виде этого города, полного идола. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и с чучами Бога. Вот, есть иудеи и язычники, они собираются вместе в синагоге. И ежедневно на площади, сочавшимся, некоторые эпикурейские и сайтические философы, которые уже существовали 300 лет, они встречались, спорили с ним, и они говорят, что хочет этот суеслов. Они думали, что он был суеслов, тот, кто собирает семена. Они думали, что он, как эта ворона или чайка, которая просто жила, где она хотела, которая жила на рынках и кушала отходы. Они думали, что он просто там, чтобы их послушать и потом жить, говорят, что они говорят. Нет, он говорит, он говорит, он говорит, он говорит о чужих же сфах, потому что он был свеслен в Иисуса и в воскресенье. Кто брал философию в колледже? Я брал. Мне понравился этот урок. Эпикурейство, оно было начало 300 лет до нынешнего эра. Эпикурейцы говорили, что лучший способ быть счастливым – это ничего не хотеть. Если ты хотел что-то, не получил, тогда был не счастливый. Один способ быть счастливым – это ничего не хотеть. Желание – это что приводит к боли. Я не знаю, если вы это знали, но эпикурейцы имели важное влияние на христианство, особенно на католика. Христианская идея о том, что святые люди должны отделить себя от мира, не думая о теле, о вещах, или о том, что они владеют, или о друзьях, в семье, после сосредоточения на небе. Это где-то монастыри начались. Стояки, 300 лет до нынешнего эра, их школа философии, которая тоже была основана в то же самое время, их вопрос был, что есть правда, или что есть истина. Когда я говорю о сегодня, я говорю, вы имеете свою правду, и я имею свою правду. Кого правда правильна? Моя истина правильна, или ваша истина правильна? Кто определяет, в чем является истина? Стояки говорили, что нет универсально обоснованных критерий истины. Они сказали, что она основана не на разуме, а как вы чувствуете. Я чувствую, как женщина сегодня. Они говорят, что истина зависит от чувства, а не от разума. Лучший способ, чтобы быть миролюбивым, это быть умеренным во всем. Не кушайте сильно много, не пейте сильно много, даже если есть хорошая еда. Не сильно веселитесь. Не работайте всегда. Да, так они верили в умеренность. Вы знаете, кто-то в Библии, кто был стойком, кто так чувствовал или так верил? Пилат, конечно. Посмотрим Иоанна 18, 37, 38. Писот сказал ему, так ты царь, Иисус. И потом, всякий, кто от истины слушает зла своего. Пилат сказал ему, что есть истина. Итак, Пилат его спрашивает у Ишиуа, что есть истина. Сказав это, и посадил на Ишиуа, сказал, я никакой вины не нахожу в нем. Итак, 1 Коринфянам 9, 22. Если вы помните апостола Павла, для немощных я был немощным, чтобы превратить немощных, для всех я сделал всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Так, он говорит, философию, он стал философом. Но он поменял это, и он потом решил, что это было очень глупо. Я это вам докажу. Иоанне 17, 22-28. Иса Павел среди Ариапага сказал, «А в Иоанне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, пройдя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому богу». Они стараются поклоняться всем богам, чтобы проработать, и поэтому они имеют этот идол для неведомого бога, если, может, они кого-то пропустили. Всего, которое вы не знаете, ждите. Я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворенных храмах живет. Что он говорит? Бог неба и земли, Он не идол, тот, который сделан вашими руками. Понятно ли вам это? Смотрите, статуи или идолы не кушать еду. Вам не надо кормить этого бога. Вот он. Он говорит, Азевсе, потому что он в Афине. Он не в Галате, где не поклоняется Юпитеру. Он говорит, и не требует служения рук человеческих. Он говорит, только говорил, что Бог Авраам, Исаак и Иакова, которые не... не надо ему служить руками, как будто он нуждается в чем. Я думал, что Богу вселенной нравится, когда мы поклоняемся, поднимаем свои руки к Нему. Когда мы говорим, что Он не требует служения рук человеческой, как бы имеющей в чем-либо нужду. И проблема в английском – это поклоняться, которое используется по-английски, но ничего не связано с поклонением. Я вам дам правильный перевод. У кого есть внуки? Кто поклоняется своим внукам? Поймите это. Это поклоняться, это неправильно. или не кормите его руками людей, как будто идолы надо кормить рукой. Он не Бог, который вы должны кормить. Но это почему английский такой неправильно, потому что там слово не служить или поклоняться, а кормить. Сам дая всему жизнь и дыхание всем. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена, и Он также решил, когда США начнется и когда оно закончится. Он говорит, когда Вавилон начнется и когда Вавилон закончится. Он также пределает всех этих народов на земле, дабы они, народы, искали Бога, не шучат ли Его, и найдут тут, ощутят, он видит этим грекам, которые Бог, это статуя или идол, он говорит, как будто они не видят, и поэтому они ощущают вокруг себя, чтобы найти, хотя он недалеко от каждого из нас. Бог везде. Он не просто, не просто один идол. И вот это самое главное слово. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Кто знал эту песню в церкви? В нем мы живем, движемся, существуем. Как и некоторые из ваших святого творца говорили, мы его и род. Это не Павел через ухо святого, который говорит, в нем мы имеем наше существо. Он говорит, что это ваши святого творца или поэты говорили. «Заметьте это. Как мы можем мы родом с татуей?» Он старается показать, как это глупо. Был этот человек по имени Эпименедии шесть дальнейшего эра. Это перед тем, как Христос, и поэтому не было верующих. Нету никаких верующих, или ты язычник, или еврей. Он был философом греческим, и у него у нас есть некоторые вещи, он написал. Он сказал «Авзевсе, они построят тебе грамницу для тебя, святой и высокой. Крестьяне всегда злые звери праздны, но ты умир, ты живешь и вовек, в тебе мы живем, движемся, существуем». Он не говорит, это что Дух Сятос сказал, или это Писание. Он говорит, это что ваши глупые мудрецы говорили, что где мы читаем, что крестьяне всегда злые звери праздны животы. Он опять это говорит опять в Титул 1.12 и даже это не написано Духом Святым, это написано этим пророками христианскими. И он говорит о ихних пророках. Устраивайте достичь этих философов греческих через их философию. Он сказал, для греков я стану греком, чтобы использовать их слова для них. Как будто говорит, что Алла тоже может сказать Бог. И так он строится их философию, чтобы убедить их. Он упоминает их слова. Но также есть еще человек, который был греческий поэт Силисия. Это где вырос Павел, и он жил тоже 300 лет до нашего Эрика. Он также писал о Зевсе. Начнем с Зевса, о котором мы смертно никогда не оставляем молчанием. На каждой улице, на каждой площади полно с Зевсом. Даже море и гавань полны этого божества. Везде все духу пред Зевсом, ибо мы его потомки. Это также были слова этого греческого философа. «Кто теперь хочет это петь?» Это о чем он говорил. Итак, помните, это был Меандер, который греческий человек, который жил 300 лет комедию писал. Был сын к этой боге, и он сказал, злое общение портит хорошие манеры. И Павел также сказал похожие слова. 1 Коринфянам 15 33. «Не мануйтесь, худые сообщества, разращай добрые нравы». Павел постоянно говорит слова этих языческих философов, чтобы достичь их. Итак, это было Тайс. Это было от Тайсов. Он врел во время этого Александра Великого и Толомея. И он написал эту сынку. Вот она, Тайс, которого муж или супруг Толомея. И почему он написал комедию, это потому, что она первая вышла замуж за Александра Великого. И также называет Тахатера. Это проститутка в греческом, которая развлекала, также другие способы служила. Греческие женщины также могли иметь образование, даже допускали Сипсуи. И это все происходит в этой сценке, от которой он знает и обращается очень часто. Кто-то удивлен? Теперь мы перейдем к Диане 18. Он уже остал в Афине. Он уходит. После его оставил Афину, пришел в Каринт, найдя некоторого иудия имени Акилу, рода Патяне, недавно пришедший из Италии и присел уже на его потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Пришел к ним и один к восемь остались у них и работал. Ибо ремеслом их было делало делание палаток во всякой же субботу он навел снагоги и убеждал иудеев иленовов. А когда пришли из Македонии в силу Тимофей, то Павел понужен Богом свидетельствовать иудеям что Иисус есть Христос. Так Он уходит из Афины и приходит в Каримф. Смотрим что Он пишет когда Он доходит к Каримф. Он уже перестает срается быть всем для всех. Ибо Христос послал мне не крестить а плавец вать непремудрости слов чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юрист есть а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвернул». Где мудрец? Где книжник? Где совпросник века сего? Не обратил ли Бог мудрости мира сего безумия? И когда мир свою мудрость не познал Бога при мудрости Божией, то была угодна была Богу ее родством проповеди спаси верующих. Ибо иудеи требуют чудес, а Елены ищут мудрости. А мы встречаем. Так что мы здесь встречаем. Сразу в следующем городе он уже сдался, чтобы использовать эту философию. Но те, которые не имеют этого образования в Торе, они все цеплялись за греческие учения. Это почему нет этого знания Торы. Это было в церкви, потому что греческая философия была все, что они знали. Возвращаемся к Галатам. Помните Галаты, что они поклонялись? Юпитеру. Глуп в глубже. То, что хуже. Их календарь был основан на гороскопе, на астрологии. Это стих, который многие не понимают, но чтобы вы поняли. И так, он говорит, Галатам, кто кланяется к этим планетам, он говорит, «Ну тогда, не зная Бога, вы служили Бога, которые существуют не Боги. Ныне же познай Бога, или лучше получи познание от Бога. Детей вы возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработиться всем им. Наблюдайте дни, месяцы, временные и годы». Когда говорит дни, месяцы, временные и годы, он говорит о языческом календаре, не о библейском календаре. Он говорит, «Вы возвращаетесь к этому, что глупое». И как мы знаем, что это основано на астрологе, смотри, что он говорит о библейском празднике, потому что колосяне жили прямо за Галатов. Итак, он говорит, «Итак, никто не осуждает вас, запишу или питье, или за какой-нибудь праздник, или Новомесяч, или Субботу. Это есть день будущего, а тело в Ахристе». Он не говорит месяца, он говорит Новомесяч, он говорит дни, он говорит субботы. Итак, говорит, «Галата, почему вы возвращаетесь, это глупый хорископ». И он говорит, колосяна, не позволяйте, «Галата вас ожидает за то, что вы исполняете эти праздники Новомесяча и Субботы». Понятно ли это? Итак, заканчиваем. Это вас очень удивит. Мне надо чуть-чуть вздохнуть. Кто знает чуть-чуть еврейского? Хоть чуть-чуть. я знаю маленького еврея, у него есть магазинчик недалеко. Если вы заметите, это Новый Завет. Я читаю с евреем 8, 9. Здесь он говорит о собак Иеремии. Иеремии мы читаем про Новый Завет. Кто знает, что это важно верующим? Это Новый Завет. И это, что здесь написано в Иеремии, кроме того, что я подчеркнул в том Завете, не такой Завет, какой я заключил с сами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их. И это почему многие говорят, что уже христиане заменили иудеев, потому что мы читаем, и я пренебрег их. Кто когда-то слышал этого перевода, что Зеллич его переводе сделал? Его церковь попросила пару сто лет назад. Он говорит, чтобы ты перевел с греческого, не дали ему греческий, чтобы он возвратил назад на еврей. Кто думает, если вы переводите с греческого назад в еврей, когда вы должны, почему просто ты можешь возвратиться к этому еврейскому слитку, чтобы увидеть, что там написано. Потому что, если они сделали ошибку на греческом, и поэтому ты еще больше используй. Но ему было все равно. Он взял греческий и перевел на еврей. Он перевел греческий назад еврейский 1877. Это все равно стандартно. Тоже используют для Нового Завета. И потом в 18 столе это десятый способ. И тем, который был 25 лет, этот молодой человек, который это проверил. И это должен был использовать, чтобы обратить евреев и опять чуть-чуть изменили Густав Далман, кто даже был заинтересован, чтобы евангелизировать евреев. Кто думает, что туда есть чуть-чуть предвзятости? Он взял греческий, перевел на еврей, потом эти другие люди поменяли еврейский опять и опять. Вот по-английски я пренебрег их. Вот оно здесь написано на гречески и как оно написано по-гречески. Там не написано, что я пренебрег их. Я оставил их. Да, это похоже. И когда это перевели на еврей, они вот так написали, и где написано, что я пренебрег их, это здесь написано и там. И это слово «бахалти». Все видят эту букву «бейт». Видите «хейт»? Как «бах». «Бахалти». Все это видят. И что «бахалти» означает? Означает ли, что я пренебрег, я их оставил. Означает, что я их вырвал. мне стал тошнить. Вот это слово «бахалти». Это «бейт», потом «хейт». Это «х», потом «л», «т», «и». «бахалти». 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 Итак, вот это «бахалти». Я расскажу чуть больше этих людей, которые опять перевели. Делец был с Германией. Он не сильно нравились евреи. И, конечно, мы помним Лютера, который тоже сказал убить евреев. Его редактирование было опять проверено другим человеком, Арнольд Хелл, которому только было 20. он хотел, чтобы это критичизм текста Библии, чтобы больше евреев читали, чтобы поняли, что Тора это документ, который был только написан людьми, что там были ошибки, и оно не было идентично тому, что Моисей получил на Синае. И вот человек, который переводит греческое на еврейское, он тоже не верит, что Библия реальная, настоящая. Это чуть страшно. И поменялся чуть-чуть Густав Далмен, который также был в Германии. Он тоже хотел евангелизировать евреям. не думаете ли вы, что самое лучшее, чтобы сделать это возвратиться к Геремии, чтобы увидеть, что нам написано? Как они перевели евреям 8-9? Вы знаете, что по-настоящему он говорит? Я был мужем до них. Это ничего связано с тем, как он пренебрег их. В Ереме мы читаем, что я был мужем к ним. Там просто написано, что я пренебрег их. Я не хотел ничего иметь с ними общего. Это даже не то, что на английском вреднатой версии. Не думаете ли вы, что нам надо посмотреть на еврейскую версию Танаха? И вот, мы читаем. вот еврейское, и там написано Бахалти, айин, и там написано Бахалти, это господин или муж. Даже на гугл переводчике вы видите, должно быть муж или господин, не то, что я хотел их вырвать или избавиться от них. это ошибка в вашем Библии Новом Завете. И может кто-то скажет, как это было написано в Торе, как им это доказать, потому что у меня есть цветок, который 400 лет Дени Бенкики вытянули этого, и потом мы перевинились, открыли Еремя 31, и мы увидели там, что она говорила там. Я вам покажу. Вот мой цветок, вот это слово, его приближу, и это слово Баалти, это Айин, не Бакалти, не Схэ. Это говорит, что наши английские переводчики специально неправильно перевели еврейский, когда они говорят Еремя 31, Денис, у меня есть этот цветок, который 400 лет, который может это доказать. Вы не можете сказать, что здесь написано. Не прекрасно ли это? Когда говорят, я их пренебрег их. Вообще-то в Еремии мы читаем, что я был им мужем. Это почему Дени и я создаем эту Библию Маркбиллс, где мы исправляем все ошибки, которые произошли в греческом. Мы надеемся закончим это в начале лета или в конце весны. Мы сделаем большую часть, и задомодовать на вашем компьютере, будет бесплатное обновление. Итак, есть время заканчивать. Так, встанем. наш Отец Натсар, мы так тебя благодарим, что ты создал нас, чтобы быть учениками, студентами, чтобы мы были одобрены тобой. Мы не очень просто на первенстве можем углубиться, под водой плавать. И так мы благодарим за всех, которые любят кушать мясо и уже устали от молока и печенья. Ободри их твоим словом. Они не просто ученики, они твои дети. Мы так благодарны, как ты сказал Моисею, сказать Арону, не только благословить моих детей, но также поставить свое имя на их. И это что ты сказал им сказать Да благословить тебя, Господь, и сохранить тебя. Да призывай на тебя, Господь, святом лицем своим. Помилуй тебя. Да призывай Господь лицем свое на тебя. И дай себе мир. Это самое прекрасное имя. Аминь. Увидим вас на следующей неделе.